Всем привет! Сегодня мы с вами пообщаемся о новостях в Турции. Расскажу вам о том, как у нас сейчас снимают запреты, что у нас здесь с туризмом сейчас, как можно в Турцию приехать, какие у нас тесты, правила и так далее. Так что давайте приступим. Еще хочу допомнить, что у нас 1 июля сегодня стартует марафон I'm OK про самооценку, критику, психологию, задания и контактная группа в Телеграме. Я хочу сказать о том, что эфиры прямые всегда будут у нас храниться в записи, пока длится марафон в течение месяца. Вы можете подключиться еще сегодня и завтра к нам в нашу группу. И если вы не успеете на сегодняшний первый марафон, который у нас состоится в 20.00 по московскому времени, вы можете его посмотреть в записи, ознакомиться, к следующему через неделю уже подключиться онлайн. Если будут вопросы, я оставляю свою почту в описании к этому видео, напишите туда, и я вас сегодня в срочном порядке могу подключить в этот марафон. Стоимость марафона 2000 рублей, так что давайте продолжаем смотреть видео. У нас наоборот открывают, снимают очень многие запреты. Из запретов вообще, с которых мы жили с осени, помните, с прошлого лет, всю эту зиму, боролись с статистикой ковидной. У нас здесь остались маски в публичных местах, в общественных, в ресторанах, естественно, их не нужно, вы едите, в автобусах, в торговых центрах и в магазинах. И на улице, естественно, тоже. И еще остается у нас вход в публичные места, типа в рестораны, в торговые центры, это хэскоды. Ну и магазины крупные, магазины просто обычные там маркеты, то есть индивидуальные, да, тот же даже если это сетевой мигрос, бим, а юзбер или еще что-то, но он один, там не очень много людей, не много квадратных метров, хэскод на вход не спрашивают. Хэскод это, напомню, ваш виртуальный а-ля баркод по-турецки, код, в общем, этот QR-код, который вы показывали, но это не вакцинированный QR-код, который получают в России, как сейчас какая-то история идет, это не то, это получают все любые люди, граждане, неграждане, всех кто угодно может получить. Вот, и все ограничения, все остальное у нас сняли, слава богу. Но сейчас вот эта ковидная тема очень сильно отходит на второй план, потому что не только все, типа, турки ради туризма там стелятся, нет. Экономика в стране страдает, да, у нас проблемы экономические. Лера падает, продолжает, растет курс доллара, это политические различные моменты, и просто дальше уже сидеть, продолжать невозможно, надо работать, зарабатывать деньги, пополнять казну, естественно. И, естественно, сейчас активная пропаганда вакцинации в стране идет. Очень турки, довольно-таки, я думала, будут сопротивляться, у нее еще многие вакцинируются. Я напомню, что здесь в Турции можно сделать, если у тебя есть ВНЖ, турецкий вид на жительство, ты можешь пойти записаться и сделать вакцину. Просто так приезжающему туристу и иностранцу без ВНЖ на три месяца, вот как из России, это сделать нельзя. До этого была информация, что можно. Вот на данный момент я знаю, что просто по ВНЖ можно с видом на жительство. Просто как турист, проезжающий мимо, нельзя. Что еще хочу сказать? Очереди. Ну, в торговых центрах у нас нет точек, это в больницах прививают. В Стамбуле открыли две точки в торговых центрах, двух пробные на пару дней, вроде бы что-то такое было. Но я вообще не слышала, чтобы эта тема стала популярной, завирусилась, и везде повсеместно эти точки открывать пока не планируется. Вакцины на все хватает. Кто хочет, прививается, кто нет. Возрастных ограничений у нас уже нет. Только дети и беременные не прививаются. Лица, достигшие 18 лет, в путь уже все. Ограничений возрастных таких нет на прививку. И количество выборов вакцин, пожалуйста, и Pfizer, и китайская, и спутник российский. Короче, что хотите, то и выбирайте для себя. Больше я слышу среди моих знакомых, люди выбирают Pfizer. Также они смотрят в интернете, что пишут последствия, статьи какие-то, да, по изучению. Кто-то есть, кто сделает, кто-то, кто окажет. В общем, по-разному происходит здесь вот эта история. Но из людей вакцинированных и вновь заразившихся, у них здесь не очень такой большой процент. Возможно, потому что есть выбор альтернатива других вакцин, не только одной какой-то. Как бы я понимаю, что это добровольно-принудительная история, но хотя бы есть выбор какой-то, да. Какое лекарство ты для себя выберешь, свою воротку, так скажем. По поводу политики. Помните, я вам рассказывала про блогера-вора в законе, который критиковал многих чиновников, министров, практически добрался до президента, но не стал этого делать слишком, потому что что-то было рискованно, конечно. Сначала они его не замечали, а потом в один момент, помните, его зовут Сидар Пеке, официально государство объявило о том, что они дают ходатайство, запрос в Google, там, социальные сети, Instagram, Telegram, вообще во все соцсети, для того, чтобы заблокировать все его вообще аккаунты, YouTube в том числе, с которого он вещал, потому что это огромные просмотры, миллионные, буквально за несколько часов. И формулировка была такая, это угроза государственной безопасности. То есть, если бы они это не замечали, это был а-ля какой-то балабол-блогер, непонятно, правда-неправда, да, не доказано. А когда на официальном уровне, и говорят, это угроза государства, соответственно, такими действиями они подтверждают какие-то его слова, его, возможно, догадки, предположения и так далее. По поводу мраморного моря, вот этой слизи, пены и, как это, морской, помните, загрязнения у нас здесь были по мраморному морю, что нельзя купаться. Анталийское побережье, Марморис не страдает, именно мраморное море, что вот эта вот слизь из-под дна поднялась. Там, в общем-то, много можете почитать. Плесень, вот, слизь, плесень, такого пенистого, анабелого, скажем так, консистенции. Неприятно я это уже посмотрела, почувствовала. Запаха особо там нет. Честно скажу, море очищается, и вот буквально я была на мраморном море на даче. У нас тоже там все это было затянуто, и за несколько дней все это проходит. В принципе, как бы государство предостережает, это может быть опасно для вашего здоровья. Мы не знаем последствий, но это уже не белая там супер затянутая территория какая-то. Вот у нас где на даче, как раньше было, все это потихонечку прошло, и я уже купалась, идеально теплая вода, медуз нет, слизи этой плесени у нас там никакой не было. Хотя официально Бельдея у нас говорит о том, что осторожно может быть последствия для здоровья, просто это не изучено. Мы не знаем, что это такое, типа какие последствия. Ну честно, обычное море, ничего такого нет. Именно вот это огромное количество плесней, которое было катастрофой экологической, показывали два месяца назад в новостях, оно уже потихонечку отходит. Есть где-то заводи, где этого много, есть места, вот как у нас дача, где этого мало уже, можно купаться. Так что не переживайте, кто планировал именно в мраморном море купаться или ехать в Стамбул по берегам. То есть есть уже здесь местечки, где можно найти, где можно покупаться в чистой воде. По поводу туризма, ковида, тестов и так далее. Турки сейчас для въезда в Турцию, не всегда, кстати, есть такие, когда туристическим пакетом ты летишь, не все даже спрашивают эти документы, но ПЦР-тест за 72 часа, либо тест на антитела, на их количество, за 48 часов до вылета, либо сертификат о вакцинации, хотя бы первой фазы, если ты хоть раз укололся, уже можешь уезжать в страну. Все просто. Также в аэропортах Стамбульском, в Анталийском точно не знаю, но в Стамбульском аэропорте Стамбул новом, всегда после зоны паспортного контроля, там, если вы хотите, есть зона экспресс-тестов, для того, чтобы попасть в страну, если у вас там, не знаю, закончился, вы какими-то перелетами, пересадками летели и так далее, 72 часа этих прошли, вы можете обновить свой тест, но уже за свою плату, за свои деньги, это не бесплатное удовольствие. И также QR-код, HES-код вам тоже нужен. Вроде бы его сейчас особо даже не спрашивают на границе, но внутри, в Турции, он вам все равно, конечно же, понадобится. Без вот этого HES-кода здоровья вы не можете купить междугородние билеты. При посадке в такси, кстати, его не спрашивают, были заблуждения. Может быть, в каких-то отдельных провинциях какая-то, знаете, бывает импровизация, личное управление, но в Стамбуле HES-код для того, чтобы сесть в такси, не нужен. Он и в автобус-то как бы не нужен, потому что вы транспортную карту, помните, я еще давным-давно, зимой рассказала, прикрепляйте этот HES-код онлайн к транспортной карте, которой пользуетесь. Например, в Стамбуле трамваи в центре города, обычно просто я для туристов, чем они пользуются, там можно жетоном, не обязательно карточку покупать. Поэтому вот такая история. Ну, в ресторан вы придете кушать, да, нужно, скорее всего, заселение в отель, да, в Стамбуле вам понадобится. У нас просто какой-то нонсенс по погоде в этом году. У нас было очень холодно в мае, в июне месяце, и у нас прилетел июнь, вот он официально закончился, у нас было теплых, может быть, одна неделя. Но это уже недели жары. И у нас резко, у меня ребенок ходил в садик, в кофте там на замке, знаете, как там, как это назвать, джемпер, да, в штанах, хотя лето, в шортиках и в майках ходим, да, в кроссовках, дожди были, и так далее. Было реально там, буквально полторы недели назад было 14 градусов с дождем, холоднее, чем в Сибири. В Сибири было плюс 30 на Сибирске. А вот, так что у нас такая жара в один момент бахнула в Стамбуле, просто вздыхаемся. И я хочу отметить, что это проблема не давления, а именно жары у меня, у мужа, у многих знакомых здесь вот в Стамбуле. Я не знаю, с чем это, это что-то погодное там. Многие люди так реагируют. У души нет свежего воздуха, спасаешься только холодной водой, кондиционером, например, охлаждением воздуха, и все. То есть, когда ты на открытом воздухе или жара какая-то вокруг, дышать, то есть нечем, да, вот, начнется удушье, головокружение, тошнота, недостаток кислорода, вялость, апатия и тому подобное. Такие симптомы. Хотя раньше, в другие годы, у нас такого не было. И такого, честно, ну, мы с этим вообще не сталкивались, не встречались. Мы сначала с мужем ржали, что мы, ой, мы, наверное, стали пожилыми, старыми, короче говоря, стареем, жару не переносим. Но нет, это очень у многих наших знакомых такая же история. Кто что в курсе, напишите в комментариях, расскажите, что им такое, девчонки, чувствуете, особенно кто здесь в Турции живет, в Стамбуле, расскажите. Просто ощущение, что какой-то воздух другой стал, погода, может, какое-то атмосферное давление что-то поменялось. В общем, не окей, не обычная ситуация, тяжело. Так что, такая история. По поводу политики, новостей и так далее. Ну, собственно, вы все это можете видеть и в интернете. Я же не углубляюсь в это, а я могу сказать, что из таких социальных новостей две новости важных, как я отмечаю, для социума, для людей. Первую неделю назад был разгон первого, мне кажется, гей-парада в Стамбуле. ЛГБТ-сообщество, ну, здесь называется сразу не ЛГБТ-парад, а гей-парад. Здесь очень такое консервативное общество. Я в том плане, что каких-то терминов, как правильно, о чем называть здесь, просто, я буду говорить, как турки говорят, да, просто гей-парад. В общем, представители ЛГБТ-сообщества с радужными флагами, одеждой, просто шли по площади такси, пытались как минимум пройти. Они встретились, естественно, сопротивление полицейских, столкновения и так далее. Ну, эту лавочку, конечно, свернули, но попытка была. Я не за пропаганду каких-то там ценностей и так далее и тому подобное, но я считаю, что каждый человек, неважно, какой он ориентации, цвета кожи, национальности, всего что угодно, внешности, он имеет право высказываться и имеет право на публичные какие-то выступления. Уже другой вопрос, надо это, не надо, и вредит это кому-то или нет, это другая история, даже более юридическая. Но право выйти и заявить имеет каждый. Вот мое отношение к этому. Что меня лично, честно скажу, было неприятно в социальных сетях не только турки, но и русскоговорящие, что я здесь вижу, которые религиозные люди, мусульмане верующие очень сильно это обсуждали, нецензурно высказывались на эту тему, обзывали из-за разряда зачем им вообще на свете жить, Аллах прибери их к рукам таких людей, кто не той ориентации и так далее. И вот у меня лично, честно, просто вот мое рассуждение человеческое, возник вопрос, если религия вас учит, люби своего ближнего и неважно, не убей, заповеди, например, у нас христианские живи в общем покорно, живи хорошо и не греши. Почему люди себе позволяют убежденные, в каких-то там верованиях, сквернословить в этом плане и желать смерти ближнему, неважно, какой он ориентации, как он выглядит и так далее, какой у него был поступок, это же грех. Вот у меня вот этот диссонанс переживается внутренне, очень, знаете, я так, и у меня вопрос, как бы, окей, вы можете это не принимать или для вас неприемлемы, такие люди, но они есть, и кто поступает в этой ситуации хуже, просто кто идет с плакатом по центру города и говорит, я существую, или люди, которые ему в спину плюют и желают смерти, чтобы ты сдох, у меня возникает вот такой диссонанс, вопрос, но это философия, чисто порассуждать, что в моей голове крутится я с вами этим, вот такие новости на данный момент в Турции, в Стамбуле. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, если хотите присоединиться к нашему марафону, пишите мне сегодня сразу на почту, я буду ее активно проверять и вносить правки. Спасибо вам всем за внимание, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok